Дай почитать. В 2011-м, к 50-летию первого полета в космос, он опубликовал книгу про красного икара в серии «Жизел». Нынешняя, посвященная теперь 60-летию первого полета в космос, совершенно новая. Сам Лев Данилкин объясняет это тем, что за 10 лет он сам поменялся, изменились его взгляды и прежде всего изменился его взгляд на государство, которое запустило Гагарина в космос. И теперь эта книга про уникальный успех, которому привели отношения обычного человека и государства. Новая книга приобрела новую форму. Практически исчезли цитаты знавших Гагарина. Первая книга поэтому была похожа на радиоспектакль. В этой же автор сам рассказывает и доказывает, что Гагарин стопроцентный народный любимец, советский супергерой, даже святой, которого обожествила народная любовь. Почему у книги такое странное название «Пассажир с детьми» Данилкин объясняет так. Люди, которые не разделяли энтузиазм относительно подвига Гагарина, называли его просто пассажиром. В космос полетел корабль, а он в нем просто сидел. Но тот, кто восхищается его подвигом, а это дети советского периода. И для них Гагарин – это отец, покровитель. И еще есть старая шутка. Когда Гагарина спросили, чем он будет заниматься в старости, он ответил, что будет начальником парка космических аттракционов и будет катать детей на карусели. А дата 27 марта 1968 года – это не просто день смерти Гагарина. Это черта между жизнью реального человека и его культом в обществе. Расскажет Данилкин и о том, почему полетел именно Гагарин. Он обладал невероятной харизмой и больше других подходил на роль суперзвезды. Что чувствовал он? Человек, впервые вышедший в абсолютном одиночестве, в бессмысленное, неупорядоченное, бесконечное пространство. Кстати, он знал, что теоретически только 60% успешного возвращения на Землю было записано в бумагах, но по другим данным только 0,73%. И тем не менее Гагарин сказал «поехали» и устремился как луч света к Солнцу. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!